здравствуйте товарищи сегодня у нас тема конференции тема о которой я никогда еще не говорил иногда писал это больше психологическая тема с конструктивным подходом со стороны фитнес тренера и диетолога кто не знает как меня зовут представлюсь меня зовут михаил яцик тема конференции мотивация или что вас держит что вам мешает все вы видели наверное в интернете массу всяких роликов мотивационных там какой-то спортсмен в снегу там во льду в огне там тренируют из него под течет а там ели ползет там и такой еще еще один раз там до последней капли пота вот и так далее вот кто из вас брал эти ролики на вооружение кто пробовал делать то что там показывают всем этим я искренне зачувствую потому что лучше было бы если вы этих роликов не смотрели потому что схема которая там преподается очень редкие идиоты тренируют по ним спортсменов если их тренируют если по этим схемам тренируют спортсменов то не так уж и долго и не постоянно многие люди берут просто эти ролики и тренируются на износ в режиме на максимум до отказа плюс три раза на выложиться на 102 процента и так и убивают свой организм очень быстро поэтому если вы этого не делали очень хорошо это первый недостаток 2 недостаток который встречается наиболее часто это просто еще пришел одну тренировку одну вторую трети думают да ну вы нахрен как-то тяжело сложно думать еще дурак вообще спортсмены которые больные люди очень и с этим человеком можно очень даже согласиться вот поэтому те мотивационные мотивационные ролики которые делаются спортсменами не знаю для кого они делаются может быть для спортсменов но для людей которые просто хотят быть в хорошей физической форме здоровыми сильными выносливыми эти ролики не годятся в таком режиме постоянно тренироваться нельзя заработать себе в 30 может быть раньше инсульт инфаркт или просто тотальный смысл организма и увидите все сустава внутренние органы то что придется вас выбросить на свалку здесь меру тоже нужно знать это первое следующее почему люди не тренируются почему большинство людей так до сих пор и не тренируются в общем-то и фактически ничего не делают ну то есть несколько причин все мы знаем что пиво стоит дешевле воды но это у нас в моей стране в россии вроде тоже не знаю как то в белоруссии в общем в снг это примерно так примерно везде это так пиво стоит дешевле воды пиво хлещут с малых лет чуть ли не из детского садика вот значит сигареты тоже все очень-то курят эти органы там всякие государственные королевские смотрят за этим всем якобы смотрят что мы в этом году столько-то денег потратили на здравоохранение мы вот построили там детскую площадку песочницу сделали мы там за этим всем следим и так далее и тому подобное но тем не менее все эти действия направлены на то чтобы сделать людей слабыми и несчастными почему потому что слабым человеком управлять намного проще чем сильным человеком и вообще вернемся к стерец спорта на самом деле в древнем риме древней греции кто выходил на арену там сражаться и так далее кого там толпа приветствовала там три трое кратными 20 кратными ура чемпион молодец так далее помните да это были рабы рабы сражались им аплодировали им там выдумывали какую-то выдуманную честь как будто достоинство вот и они за это выходили сражались чтобы вот толпа имею поаплодировала им они могли как-то возвыситься свободные люди они далеко не идиоты поэтому они подобной фигней не страдали то же самое что касается соревнований олимпийских игр вот эти всякие соревнования на колесницах на всякой хренатени как правило спортсменами или как там их называли участниками этих игр владели какие-то богатые люди которые просто их выставляли и человек который победил на самом деле ничего с этого не имел может быть хозяин ему что-то там кусочек сахара бросит но как правило победа доставалась тому человеку кто им владеет сейчас спорте немножко другая политика на этом просто делают деньги просто делают деньги и в общем такой как бы цирк делают спортсменам говорят что у них там очень слава там доблесть этим ринговым которые в тепличных условиях боксером кикбоксерами тайским боксером но и другим рядом тоже там какую-то славу доблесть мужество приписывают которые у них никогда не было во всяком случае на ринге на ринге вот и очень многие ребятки на это ведутся идут портит свое здоровье и потом очень долго об этом жалеет вот поэтому если у вас с головой все нормально то в спорте вам делать нечего и еще одно что касается спорта если вы получили нам степень от кмс и выше знаю как других странах но украине это как правило руки-ноги ваши считаются холодным оружием то есть были ситуации когда еще как была возможность ублюдка которого на него напал просто там застрелить или заколоть вот это бы сочли мира необходимой обороны он его просто лупанул с правой и убил нечаянно вот поэтому сел поэтому думайте головой прежде чем вступать ну в спортивной секции это ладно еще на соревновании там титул зарабатывать и так далее вот двинемся дальше так чем проблема почему люди не тренируются почему не тренируются во первых потому что выбрасывают им как правило очень сложная схема там до последние капли пота до последнего вздоха до отказа плюс три раза и так далее и тому подобное человек смотрит нормальный человек который сидит себе в теплой постельке там смотрит телевизор там жрет чипсы запивает кока-колой думают да ну вас вообще нахрен какие-то придурки в снегу там в холоде где-то там еще где-то прыгают до последнего капли пота с головой думают я еще дружу и кстати вот очень даже прав этот человек но не прав в другом в том что не проверил этой информации вот слишком сложная схема слишком слова сложные схемы предоставляются счет думает мозг его просто автоматом думает она хрена мне это надо мозг принимает решение не думает что такой ценой ему а это не нужно вот ну и очень многие люди не знают что на самом деле правильно активная физическая деятельность плюс правильное питание уберет им массу проблем почти все проблемы 90 процентов процентов проблем которые у них могли быть в жизни со здоровьем они просто их рот за счет того что человек будет активным всегда подвижным и в аптеку к врачам ему вращаться в общем-то не надо вот если правильно это делать но еще есть люди которые просто тупицы или те которым может быть голову велосипедом в детстве переехали трехколесным вот я не думаю тут лучше я буду там шататься по клубам где-то шляться там пиво на лавочке с семечками и так далее и тому подобное ну это их выбор это их проблема вот вернемся к мотивационным роликами и другим мотивационным вещам вот видите вы какого-то там крутого молодца который вот говорит вот я там занимаюсь я такой сильный я такой классный перец вот я там перебил там двух гопников на улице вот это же так сможешь и что-то вроде этого у меня супер пресс у меня что-то еще и тогда это показывают красивые тела показывают там как на них ведутся особи противоположного пола какие они крутые вообще и так далее и тому подобное вот еще пигурные эмоции он на эмоциях вот если это правильно все составлено хорошо составлен тот как правило бьет по мозгам очень сильно есть такие которых это очень сильно вставляет и не заниматься этим всю жизнь но таких очень мало меньше одного процента но как правило это люди как правило хватает людей или вот вот да вот я думаю все таки вот надо мне начать чем-то заниматься тренироваться вот я завтра пойду какую-то проблему решу потом еще одну проблему решу а потом еще потом проблему решу а потом где-то через месяц пойду запишусь фитнес-клоп но в итоге никуда не запишется и так все закончится еще одна категория людей есть вот думаю вот да круто все хочу быть таким же идет он пашет на тренировку вкалывает вкалывает пара тренировок прошло думает да ну там ой я сегодня не успеваю я завтра не успеваю ой да у меня нету времени нет времени очень такая популярная отмазка вот эмоции это ролики которые которые бьют в общем в эмоции они работают не очень хорошо но есть немножко другой путь путь четкого понимания зачем вам это надо большинство людей не тренируются просто потому что они не понимают и не доходит зачем она им надо то есть я конечно искренне надеюсь что ваши мозги устроены примерно так же как и мои потому что я могу рассказать как что меня мотивирует что мотивирует людей которых я лично накручивал и почему они тренируются как правило люди которые имеют какой-то бизнес какие-то серьезные дела какие-то банкиры серьезные и так далее которые работают на себя которые хозяева своей жизни у них дисциплина немножко из головы не получше дружить чем остальные поэтому и даже объяснять чего не надо достаточно сказать того что вот и пойти и попробуй сделай ты увидишь что тебе первое тебя продуктивность труда повысится в разы второе ты будешь очень круто выглядеть круто выглядеть больше и чувствовать его будешь офигенно врачах вообще можно забыть будет ну разве что какая-то травма или ну в общем 95 процентов или 90 посещений которые могли бы быть врачами просто не будет вот ну и вообще будет все прекрасно главное что усилий для этого нужно минимум потому что правило приходишь к кому-то вася борьбой качку денег качок как говорится спрашиваешь у него осу что такой подкачаны мне вот так чтобы нормально в порядке быть вот сколько времени он скажет ну я тренируюсь всю жизнь вот с утра по пять часов вечером по пять часов еще в обед по три часа и ночью просыпаюсь по пару раз чтобы съесть углеводов и сделать себе кардио тренировку ну или там каждый день там надо тренироваться по часу тогда и тому подобное ну как правило все мы живые люди у каждого есть свои обязанности там семья дети работа бизнес и так далее какие-то другие занятия учеба вот поэтому далеко не у каждого есть возможность ходить на тренировку каждый день у меня тоже не такой возможности я тренируюсь два раза в неделю всего это не всегда но последнее время я тренируюсь четко два раза в неделю чуть позже есть ну почему так вот и эти люди думают если они начинают этим заниматься если замотивировали взяли там на эмоции так далее то они постепенно спрыгивают вот и потому что цена для них слишком большая то есть то что они получают она не соответствует цене цена не соответствует качеству вот я бы честно говоря тоже наверное бы каждый день я не знаю тренировался бы или нет потому что я раньше был ленивый как сволочь сейчас бы может быть уже тренировался у меня сейчас дисциплину свою на ноги поставил уже так вот что я вижу какой я путь вижу первое это сделать так чтобы человек ходил на тренировке с удовольствием сделать так чтобы он тратил на тренировке минимум времени сделать так чтобы вот этого просто первого чтобы он понимал что два раза в неделю по полтора-два часа ему повысит эффективность труда в несколько раз он соображать будут намного быстрее он сумеет намного больше его люди будут воспринимать по-другому ему не придется просить у кого-то пой печень почку вшить или другие вещи потому что со временем эти штуки подводят и так далее плюс офис масса поэтому я не скажу вам никаких там вещей типа вставай каждый день каждое утро вкалывай там надо тренироваться потому что там потому что это хорошо или потому что это так надо если вам в детстве не приехали голову велосипедом и у вас не было пяти сотрясений мозга вот и тяжелых травм головы тоже не было то у вас есть шансы можете исправиться и можете стать нормальным человеком вот большинство болячих причина большинства болячих состоит в том что человек просто с собой не следы не следит и вообще с тех пор как мы спрыгнули там с ветки или не знаю с кого там с рая выгнали нас или там инопланетяне нас спустили точно и проверял откуда возникло человечество но мы существенно отличаемся от животных очень сильно отличаемся хотя бы потому что животное ну что у них зубы чистить им не надо там мы всем тоже не обязательно пошел чего там съел в травке покусал или кого-то загрызть побегал и нормально все и все порядок вот у нас немножко по-другому потому что очень долгое время люди были физически активны каждый день каждый день очень много поэтому организма человека еще не успел перестроиться в тот режим чтобы чтобы уметь там правильно функционировать и чтобы у него все было хорошо без этих физических нагрузок потому что тысячи лет или несколько там десятки тысяч лет или сотни тысяч лет или миллионов тысяч лет скажут точно эти историки археологи и другие ребята которые изучали в истории возникновения человечества и длительность его существования вот как правило большинство людей не тренируются потому что то что они видят то что не видят то что не предлагают то что не предлагает то что не слышит та информация которому есть у них есть а физических нагрузках то что ты соответствует цены и качества то есть сколько надо тренироваться сколько нужно усилить и что он получит на выходе как правило слишком завышенная стоимость дается и организма то есть и мозг определяет это автоматически и думает да не но вас нахрен это дорога слишком поэтому важно сделать что важно сделать во первых чтобы цена соответствую качеству то есть дать вам именно то что вы будете выполнять потому что есть очень много классных программ я буду написать и массу суперских программ но минус будет в том что просто никто не буду не выполнять поэтому лучше дать программу немножко попроще которая просто выполнить вот и все это есть причина кстати почему я успешнее других тренеров потому что я даю легкий путь физическому совершенству потому что потому что я это умею делать лучше других и даю легкий путь физическому совершенству а главное меня получается очень легко и долгое время я не понимал я не понимал как можно этого не понимать как можно не уметь построить свое тело построить настроить свой организм сделать так чтобы не было никаких болячек и чтобы еще был просто сильным выносливым и много умел делать разных дел чтобы у него была хорошая мозговая активность как оказалось для меня это легко для других людей это сложно я не знаю почему может быть не там при рождении какую-то винтик винтили или непонятно не да и вообще не важно вот я это умею сейчас я отвечу на ваши умные вопросы и просто вопрос вот и мне сделаю так здрасьте 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 всех тоже с праздником самодисциплина 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 сила духа сила воли это все очень хорошие слова и многие говорят если ты не тренируешься значит и слабак значит и мудак значит то есть значит это и что еще тоже значит я конечно за есть несколько способов мотивации можно тупо себя заставлять можно тупо себя заставлять можно там как говорит вадим шлахтер что в каждом человеке есть живет ленивая тупая обезьяна которую нужно заставить нужно построить вот это очень хорошая техника но многие люди настолько ленивы и слабенькие силой воли силам духа что у них этого не хватает не хватает у них силы воли чтобы себя заставить вот поэтому какой я вижу путь я вижу путь следующий я даю человеку то на что у него хватит силы воли и силы духа то есть я пишу программы таким образом чтобы силы воли и силы духа нужно было очень мало и кстати со временем силы воли и силы духа у человека становится все больше и больше потому что как говорит вадим шлахтер сила духа это способность терпеть дискомфорт во имя цели когда вы начинаете тренироваться допустим у вас силы воли там пол ядра пол ядра в месяц у вас силы воли допустим вот вы начинаете тренироваться правильно систематически с минимальными вложениями усилить затрат времени проходит немножко времени там какой-то месяц или два или три вы чувствуете что ваши мышцы становятся сильнее ваши мышцы становятся сильнее вам легче переносить физические нагрузки вы проще относитесь к перепадам температуры к дискомфорту дискомфорт вам тоже переносить намного проще и силы воли у вас тоже становится намного больше поэтому сила воли сила духа это один вариант сделать так чтобы силы воли силы духа и других внутренних сил вам понадобилось минимум это я делаю следующее какой еще какой еще есть вариант можно себя заставить а можно себя заинтересовать вот я просто настолько ленивы что мне себя заставить было очень трудно очень трудно а я не нужно было себе форму, а офигительное самочувствие и силу выносливость. Ну, мне этого, в принципе, было достаточно и этого. Ну, так получилось, что у меня там кубики, шарики, анатомию можно изучать и тому подобные вещи. Вот, поэтому, если вас не мотивирует то, что вы получите в конце, если вы не понимаете, зачем оно вам надо, если вы не понимаете что оно вам принесет. Какой смысл тогда тренироваться? Скорее всего, бросите все равно, потому что хватит вас там на раз, на два, на три, на четыре, на пять и так далее. Бросьте, скорее всего. У вас должно быть четкое понимание, зачем оно вам надо, зачем оно вам надо. Если вы четко понимаете, зачем оно вам надо и что это вам даст, то вы бежите на тренировку просто с офигенской скоростью. Вот, еще одна штука есть такая, очень интересная. Я не знаю, как она объясняется, но это факт. У меня, как и у всех людей, есть очень много своих дел. Очень много своих дел. И я на тренировки времени трачу минимум. В отличие от других тренировок, которые там говорят, вот мы там, пример всем, мы там тренируемся по два раза в неделю, вернее, по два раза в день, утром и вечером, и там живем в зале и так далее, и тому подобное, потому что мы правильный, мы даем правильный пример. Да, хреновый пример он подает, я так считаю, если они отдают его для обычных людей, потому что обычный человек это выполнить не в состоянии. Я даю пример, которому следовать легко, которому следовать очень легко. Я трачу на тренировки и времени минимум, и, в общем, я не парюсь с этими вопросами, типа там, съесть лишнюю калорию, там, утром морковку, вечером рендиску, и так далее. Несколько правил в питании, которые затачиваются вот здесь, которые заложены еще на уровне самки голой обезьяны, вот, они просто уплывают, потому что с детства они у нас генетически у всех заложены, и все. То есть, по факту, человек ходит, тренируется, вот я по себе говорю, меня прет, я всегда, почти всегда в хорошем настроении, за редкими исключениями, плохое настроение у всех бывает. Вот, я себя прекрасно чувствую, и вообще у меня все прекрасно. Вот, и есть еще такая вещь, как нехватка времени. Говорю из своего примера. Ну, были у меня такие ситуации, когда я думаю, вот сейчас у меня важные дела, там у меня сделка, там у меня встреча, там у меня работа, там у меня надо что-то выполнить, и так далее. Вот на тренировку я сегодня не пойду, пойду завтра. Завтра. Блин, завтра опять дела, завтра тоже на тренировку не пойду, послезавтра. Да, что-то так лень, на тренировку не пойду. Так проходит неделя-две, я замечаю, что мои дела по наклону катятся вниз, продуктивность труда падает, я начинаю тупеть, я начинаю хуже соображать, я начинаю быстрее уставать. Я думаю, какого хрена, нужно брать быка за рога. Вот, что я делаю? Я просто иду на тренировку, там, какие-то там дела важные, сверхважные, ничего страшного. Я их откладываю, иду на тренировку. Иду на тренировку, прихожу с тренировки, день-два у меня все идет вверх, и все прекрасно. Поэтому из тренировочного графика нельзя выбивать ни в коем случае. Тем более, что я их обычно делаю, я их всегда делаю так, чтобы времени нужно было на них тратить минимум усилий, чтобы на них было тратить, можно было тратить на них минимум. Это нужно просто выполнять. Два раза в неделю может выделить и президент, и премьер-министр, и, я не знаю, кто еще, самый занятый человек в мире, может выделить немного времени и позаниматься. Просто там, как говорят, вот видишь ты дерево, подтягивайся на дереве. Вот видишь ты ступеньки, беги по ступеньке, видишь ты, я не знаю, какую-то проволоку, согни ее в узел, и получишь хорошую физическую нагрузку. Видишь там стульчик, поскакай на нем, поджимайся от него и так далее. Типа используй каждую минуту, чтобы быть в хорошей физической форме. Ну, это, конечно, лучше, чем ничего. Но по факту фигня, потому что времени тратится много, и на выходе результаты очень слабые. Намного проще просто выделить себе время для тренировок. Выделил, пошел, отработал, все, забыл. Вот я иду на тренировку, потренировался, я забыл до следующей тренировки о всех физических нагрузках вообще. Но иногда бывает такое, что дня пробивает побегать по заснеженному полю и просто по полю. Вот я могу выбежать, побегать пару часов, прибежать. Прибегаю очень расслабленный, полон силы энергии. Может быть, залезу на 15 минут в холодный душ, и все. Энергия во мне масса. Причем это не потому, что я какой-то там сверхособенный, или у меня сверхсильная генетика, или мне какой-то сверхсильный ген подсадили, или, может быть, думают, что я там сижу на каких-то самых лучших, самых там сверхпродуктах, или, может быть, я какие-то травки, примочки использую. Ничего этого нет. Я питаюсь обычной пищей и тренируюсь обычной едой. Любой человек может себе это позволить. Причем стоят это... Деньги очень небольшие. Вопросы. Поэтому, если вы дебил, то вам это объяснить очень трудно. Если вы не дебил, то вам это дойдет очень быстро. Если у вас есть дети, подумайте, какой пример вы будете подавать своим детям. Будут расти у вас сын или дочка, и будут думать, о, папа у меня лох. Наверное, это нормально. Это так должно быть. Значит, у нее, скорее всего, будет муж, такой же мудак. Вот. Если у вас сын, он посмотрит на вас, о, папа, там, мудак. Значит, в общем-то, скажет себе, и я буду мудаком. Ну, таким, скорее всего, вырастет. Потому что из всех там всяких криков, наставлений, команд и так далее, самая сильная штука, что меняет людей, это достойный пример. Заставлять себя, ну, понимаешь, вот многие люди говорят, я не могу себя заставить. Да, если ты не понимаешь, зачем это тебе надо, зачем вообще время тратить, ты все равно бросишь. Ты должен на тренировку идти с радостью. Или у тебя тренировка слишком сложная. Если, конечно, ее не у меня заказывал. Если у меня заказывал, то все нормально. Тогда нужно идти тренироваться. Замотивируй себя. Представив, что у тебя будет на выходе, что ты получишь на выходе. Если тебя не мотивирует то, что тебе вообще не придется париться о своем здоровье, потому что тебе в этом будет все нормально, ты будешь круто выглядеть, ты будешь намного быстрее соображать плюсов, я не знаю, очень много. Если тебя это не мотивирует, зачем тебе тогда это надо? Брось эту глупую затею. Как долго ты уже пишешь программу? Как долго в смысле времени или как долго сегодня я пишу программу? На самом деле платно или бесплатно? бесплатно я их пишу очень долго. Очень долго. Очень долго. Платно не очень долго. Но бесплатно, как правило, у меня есть статус очень интересный. Я убедился в нем в смысле этих слов уже очень много раз. Бесплатные уроки не работают. Не работают. Бесплатные советы тоже не работают. Потому что человек не понимает ценности этих вещей. Во всяком случае в советском мире. я не знаю, почему так. Но когда человеку даешь что-то хорошее бесплатно, он думает, да, фигня какая-то. Когда ему даешь что-то хорошее за деньги, он отрабатывает и очень хорошо отрабатывает. Или когда ему даешь это за какие-то усилия. Поэтому я программу пишу за деньги. Но есть варианты когда я просто люди говорят помоги мне. Я хочу быть там сильно выносливым и так далее. Ну что мне там влом. Потрать много своего времени. Там каких-то пару часов может быть меньше. И человеку у него жизнь пойдет в другую сторону. В лучшую. Да не влом мне. Просто влом мне тратить время на тупицы идиотов. Которые этого все равно не используют. Которые все равно результаты никакого не получат. Какой смысл нам это рассказывать и давать какие-то советы. Например несколько последних примеров помню. Обращается ко мне человек говорит знаешь вот я хочу быть сильно выносливым все такое но у меня нету денег. Ну я готов там напрягаться я готов все делать. я ему говорю ну хорошо иди лопату возьми найди поляну с снегом чистую чистую в смысле нетронутую вот расчесть это до утра я ему говорю это вечером тщательно расчесть полянку такое 10 на 20 метров сфотографируй сними на видео пришли мне результаты да и после отмазки не принимает и начинает ой да где я возьму лопату а у меня там телефон сел у меня телефон не с тем разрешением на улице слишком холодно и так далее и тому подобное ну как этот человек будет тренироваться как он сможет изменить вообще свою жизнь если он не может делянку со снегом почистить ну это вообще какой-то смех и ужас поэтому я сопляжуев отсекаю сразу можно ли после приема пищи пить чай без сахара вместе воды просто немного не по теме можно можно только после углеводов углеводы совмещаются с углеводами после белков сладкий чай пить нежелательно да и вообще это будет невкусно скажу я вам потому что природа она очень мудрая штука она устраивает все так что человеку тупо не хочется есть то что не нужно не хочется пить то что не нужно когда не нужно и хочется только столько сколько нужно но организм нужно настроить правильно и в этом есть моя главная задача правильно настроить организм но для этого нужно все выполнять потому что если вы не выполняете еще есть такие люди которые вот выполняют то, что им нравится. А то, что не нравится, не выполняют. Или вот очень многие тоже залазят в интернет, накапывают там всякие бредятины. Но это не самое страшное. Накапывают они всякие там бредятины. И выполняют только то, что им нравится. Я даже это комментировать не буду. Воду пью. Воду, обычную чистую воду. Почему одна косая мышца пресса больше другой? Да ничего, доминатор. Это нормальное явление природы. Я тоже, кстати, думал, когда-то, посмотрел себе зеркало, думаю, ёлки-палки, может, какой-то мутант. У меня правая часть пресса правая кубики выше левых. Думаю, что за хрень такая? Можешь сходить к врачу? Думал, может, меня прилят в группу дебилов. Может, я буду зачислен к числу каких-то мутантов. Посмотрел такой, посмотрел, 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 посмотрел на других, посмотрел на книжки анатомические. Так это у всех так. Это нормально. У всех, у подавляющего большинства людей, правая часть пресса выше, чем левая. Вот. Ну, иногда это примерно одинаково. Иногда это очень сильно заметно, иногда не сильно. Но если человек ровно стоит, выпрямившись, немножко напряжёт кубики пресса, то это заметно. Если два раза в неделю человек тренируется, то перерывы надо делать где-то два-три дня. Это вообще очень много вещей я делал по циклу два раза в неделю. Или с перерывами два-три дня, или раз в три дня. Я не знаю, почему, но я утверждаюсь и убеждаюсь очень много раз, что эта схема очень правильная. Может быть, какой-то цикл планетный или лунный. Там специально есть такой. Кино посмотреть для мотивации. Ну, кино – это кино. Понимаешь, кино – это эмоции. Эмоции живут, как правило, недолго. Очень немногих. Понимаешь, если ты чётко не понимаешь, зачем тебе это надо и что тебе даст на выходе, ну, пойдёшь пару раз, поумираешь, и придёшь, и потухнешь. Вот и всё. Когда будет проходить обучение фитнес-инструкторов? Скоро. Очень скоро. Я сейчас как раз подкидываю, собираю туда лучших специалистов, лучших анатомов, лучших биохимиков. Ну, сам я буду преподавать несколько вещей, несколько предметов прикладных. Ну, а такие вещи, как биохимия, анатомия – это могут просто преподавать очень хороший преподаватель из медицинских вузов или из вузов физической культуры и спорта, из кафедры анатомии, биохимии. Шлахтер говорит, что спать по 4 часа, как ты спал раньше – это вредно. А как ты прокомментируешь это? Ну, как тебе сказать? Насчёт того, что вредно, я с тобой не спорю. Во-вторых, этих комментариев я не слышал, поэтому, скорее всего, ты его не так понял. Возможно, ты его не так понял. Или, может быть, понял так. Или неправильно ему объяснил вопрос. Понимаешь? У меня была такая конференция, которая называлась, как она называлась? Электровеник. Я сразу же сказал, что эта конференция, этот материал для тех людей, которые хотят, у которых очень мало времени для сна, которые хотят сделать максимум и максимально не угробить свой организм, максимально эффективно работать, минимум спать, и максимально хорошо сохранить свой организм. Понимаешь? И максимальную продуктивность труда получить. Вот. Это не для здоровья, понимаешь? Потому что очень многие тупицы взяли это на вооружение. Если, ещё раз объясню, если у вас есть возможность спать по 8 часов, по 10 часов в день, то спите сколько влезет. Схема электровеника, я эту схему дал для тех людей, у которых нет возможности много спать, у которых там какие-то дела сверхсрочные, кто-то там, может быть, охраняет президента или что-то ещё. Потому что это, конечно, в общем, схема состоит в следующем. Нужно спать два раза в сутки по два часа. Кому интересно, можете посмотреть более подробно. Но это не для оздоровления организма. Это для того, чтобы принести ему минимальный вред. Потому что если просто спать тупо по 4 часа, вреда будет намного больше. Вы будете ходить как варёная курица или как зомби. Вот. И продуктивность труда у вас будет намного ниже, чем если бы вы два раза в сутки спали по 2 часа. Поэтому то, что шлафтер говорит, что спать по 4 часа в сутки это вредно. Это очень правильно. Я с ним очень согласен. Я далеко не за 4-х часовой сон. Я просто сказал, что если вы хотите выжать максимум и у вас очень мало часов для сна, то вот эта схема, которую я дал, она подходит очень хорошо. Кстати, есть такой персонаж в истории с Серёжей Мавроди. Он, кстати, тоже спит по 2 часа, 2 раза по 2 часа в сутки. Кто у кого взял, я у него или он у меня, не знаю, потому что у меня нет привычки лазить там по всяким ресурсам, вычитывать какие-то методики. Вот. Это заложено в человеке очень глубоко. Очень глубоко заложено, и эта схема просто отстреливается. Если много работать мозгами, много разговаривать, много дел всяких делать, эта схема выходит сама собой, я просто вам её дал. Вот. Если вы просто от нефиг делать решили войти в этот режим, найдите себе занятие поинтереснее, потому что выйти с этого режима сложно, и я об этом вас тоже предупреждал. так, что у нас тут ещё есть? для мотивации. У меня есть один знакомый, который говорит, что он хочет машину. он говорит, я хочу машину. Для того, чтобы ему иметь машину, ему нужно всего лишь на 40% повысить свой доход. Это сделать несложно. Есть пути решения этого вопроса. Но ему просто влом работать по часу больше в день и прикладывать энтузиазмом 20% больше. И он ходит, я хочу, я хочу, да не хочет он ни хрена. Поэтому, если вы ищите от себя отмазки, вы этого не хотите или вам это не надо такой ценой. Слишком много думаешь о тренировках. Если слишком много думаешь о тренировках, то найди себе занятие какое-то. Какое-то занятие, я не знаю, цель в жизни, фонд защиты пчёл, что-то ещё. Найди себе цель в жизни. Скорее всего, тебя делать больше не хрен, поэтому ты думаешь только о тренировках. Я думаю о тренировках только на тренировке. И то, скорее всего, я просто работаю, я в этой обстановке нахожусь, поэтому так получается. И тут очень важно тренироваться правильно, потому что если ты будешь тренироваться, тренировках, если ты понимаешь, если у тебя есть чёткая цель, зачем ты тренируешься. Если ты не знаешь, зачем ты тренируешься, тогда ты будешь думать о тренировке. Если у тебя есть чёткое понимание, зачем ты для чего тренируешься, ты будешь время тратить, скорее всего, на то, о чём ты думаешь, для чего ты тренируешься. Ты думай больше для чего ты тренируешься, а не о самой тренировке. Итак, наша конференция подходит к концу. Спасибо всем, кто её посетил. Удачи, успехов, дома, на работе, в танцах. Всем хорошей физической формы, кубиков, шариков, здоровья, позитива, внимания противоположного пола, зависть, уважение, персон вашего пола. Конец связи.